Здравствуйте, с вами Нургалис Сабитов и это программа «Дежурная часть». Чрезвычайные происшествия, громкие дела, уголовные расследования и изменения в законе. Все это в нашем проекте. Следующие пять минут. В шаге от трагедии Близнецов спас неравнодушный сельчанин в Павлодарской области. Преступный бизнес. За производство наркотиков приговорили к 20 годам трех иностранцев. Под покровом ночи велосипедный вор попал на видео восстание. Бдительность сельчанина уберегла трагедии троих детей в Павлодарской области. Мужчина заметил, как они выглядывали в окно, облокотившись на москитную сетку, и тут же позвонил в полицию. Прибывшие на вызов сотрудники поднялись в квартиру, расположенную на третьем этаже. Дверь была открыта, внутри находились три девочки. Старшая 12 лет, а младшим близняшкам по два года. Именно они, играясь, залезли на окно. Выяснилось, что их родители уехали в Павлодар по делам, а бабушка вышла в гости к соседке. Внимательного сельчанина полицейские наградили благодарственным письмом, а родители привлекут к ответственности. За неисполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, защите их прав и интересов в отношении родителя составлен административный протокол. Материал направлен в суд. Девять детей выпали с окон с начала года в Павлодарской области. Двое из них погибли. Все случаи разные, но объединяет их одно. Дети всегда на пару секунд остались без присмотра взрослых. Полицейские призывают казахстанских родителей устанавливать защитные механизмы на окна, тем самым предупреждая несчастные случаи. Велосипедного вора задержали в Астане. 51-летний житель столицы находил транспорт, который оставался без присмотра хозяев. Один из пострадавших забыл пристегнуть замком велосипед во дворе, уходя на работу. Пропажу обнаружил, когда пришел поздно вечером. Второй потерпевший находился дома, когда его велосипед выкатывали с подъезда. Он тоже забыл о мерах безопасности. По обоим фактам возбуждено уголовное дело. Похитителя установили по камерам. Запрещенную литературу пытались ввести в Северный Казахстан. Книгу с экстремистским содержанием нашли в ходе досмотра на пограничном посту Жаножол. За рулем автомобиля находился 30-летний гражданин Кыргызстана. К 23 годам тюрьмы приговорили организатора наркобизнеса в Астане. Двое его подельников получили почти столько же. Трое иностранных граждан попали под подозрение полицейских в августе прошлого года. Они прибыли в Казахстан, чтобы наладить производство синтетических наркотиков. Основались на съемной квартире в Астане. Параллельно арендовали частный дом в Ерементау. Акмолинской области купили машину. В поле зрения полиции организаторы преступного бизнеса попали, когда катрабандой ввозили в Казахстан оборудование и прекурсоры. Суд признал виновными вышеуказанных лиц в совершении уголовных правонарушений по статьям «Создание руководства транснационально организованной группой и соучастие в незаконном изготовлении, переработке, хранении, перевозке в целях сбыта наркотических веществ». 135 сим-карт, 35 телефонов, оружие и автомобили. Киберпол ЖТСУ раскрыл, через кого интернет-мошенники выводили деньги своих жертв. В ходе спецопераций полицейские вышли на след нескольких преступных групп. В общем, они обманули 80 человек на 100 миллионов тенге. И это еще не предел. Уверены стражи порядка. Анализ изъятых телефонов продолжается. Избивали и оказывали давление. Вымогатели задержали в Рудном. Полицейские Костанайской области получили информацию о группе лиц, которая угрозами пыталась завладеть имуществом двух жителей города. Вымогатели требовали у них машины, мотоцикл, снегоход, 5 айфонов, последние модели и деньги. Ущерб, который нанесли пострадавшим, оценили в 12 миллионов тенге. При обыске у подозреваемых нашли ножи, учебную гранату, сигнальный пистолет и другие вещественные доказательства. Иные сведения в интеректе следствия не разглашают. Выехавший из Астаны в Казварду автобус сломался в пути. На помощь к водителю и пассажирам приехали сотрудники Акимата и полиции Аббайского района Караганинской области. Им привезли воду и горячее питание. Пассажирам пришлось изменить маршрут и на попутном транспорте добираться до Караганды. Необычный вызов поступил к спасателям Актобия. Им сообщили, что в открытый колодец на глубину двух метров упала собака. Четвероногого друга успешно вытащили, используя альпинистское снаряжение. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайтесь окон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин